Привет! Вы мне опять попали сюда, это самое, на, как сказать-то, на язык, что ли? Вот, это письмо мы кратенько читали, для чего оно нужно, сейчас еще раз, получил вашу посылку, счастью нет предела, хожу с обнимкой к книге, вот, видите, вот книга, да, вот она с ним ходит, дальше пропускаю, я эти книги продать не могу, единственное, знаете, что меня немножко порадовало, как получилось. Когда приезжали, они пять книг купили, а перед этим они ехали на Газели, с Кемера, ой нет, еще дальше, ну, там, сейчас скажу, Курганская область, Урал, приехали на пустой Газели. Когда они проезжали в Новосибирск, их остановился ГАИшник, и строго спросил, почему у вас автомобиль пустой, и куда это вы едете? Ответ был такой, мы едем в это, в Краснодарский край за Саренцами. Ответ, вам, реакция ГАИшника была такая, что, к Железову, что ли? Вот, а теперь вы понимаете, что ГАИшник этот знаком со мной, видимо, по этому же интернету. А они приехали, купили пять таких книг. И Мирослава купила книгу. Вы поняли, это называется ненавязчивая реклама. Вот это все, вы, может быть, прощете сами, я сейчас все вкрутну. Мне понравилось, что Мирослава, она закончила университет. Она такой же ботаник, эколог, там, как там дальше, биолог, вот, агроном, так же, как и те, кто не верит в Бога. А она верит в Бога, представляете? У нее высшее образование, самостоятельные человеки верят в Бога. Смотрите на эту прелесть. Она мне этим письмом покорила. Это раз. Ну, дальше. Посмотрите сами, я устал сейчас, просто отдохну. А дальше еще одно письмо. То письмо, никто еще не видел. Должна наука соединиться с Божественной. Вот именно наука, вот та, что я выше говорил. Ведь, знаете, еще чуть-чуть пару слов про Бога. И когда-то люди были настолько слепы, что там Докучаев, Тимиразев. Они открывали людям мир, которые сами заглянули. Вот столечко. Я, может, на следующем. Сейчас уже не хочу отвлекаться, но заканчиваем эту тему. Время уходит. Когда я открыл почва, фото почва в разрезе. Вот же оно, открытие на это. Десять тысяч лет назад, а ниже не было почвы. А откуда же, извините, это все бралось, а почвы не было? А в другом месте шесть тысяч лет назад, восемь. Как нарушат сроки библейские. А дальше идет это. Как обрезано и дальше совсем. Такое впечатление, что кто-то взял и эту землю создал искусственно. А потом все остальное мы придумали сами. Задним словом есть такое. Задним словом. А можно через задний проход. И так-то грубо сказано. Такое впечатление, что в науку попадали через задний проход. Вот такого натворить, такой дурости. Вот это посвежее. Хочу с вами поделиться найденной мной в Американских университетских библиотеках публикацией 1904 года. Не, ну надо же, как вы это. Глубоко копаете. Я вас все больше уважал. Так. Возможно, там нет никакой существенной информации. Но, может быть, вам будет интересно почитать. Следом, высылаю оригинал бюллетеня на английском. Там фотографию можно лучше рассмотреть. А также прилагаю файл, перейденный мной текстом. Ну, что я скажу. Ну, я же вам еще не говорю, моя реакция на эти публикации. Ну, для 100-летней давности. Это 100-летней давности получается, публикация. Нормально. Все в том русле. Все в том русле. Вот. Спасибо за то, что вы меня познакомили. Мне это все надо знать. Иначе стал бы я шашкой махать, если бы что-то не знал. Вот еще вы расширил свой круг. Но открытий там не было. Удивить они ничем не смогли. Вот. Вот такой вывод. Но все равно спасибо. Огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.